мой брат программист и однажды он решил рассказать мне что в мире программистов обозначает слово костыли это когда в изначальной конструкции что-то не так и и начинают постфактум исправлять например вот есть команда разработчиков которые делают боевого робота для конкурса и это идеальный робот он стреляет огнем он метает ножи он может прикончить любого другого робота но есть маленькая проблемка он держит равновесие только когда едет а когда он стоит он падает на бочок приняли решение сделать ему две подпорки и вот теперь он может стоять и держать равновесие но есть маленькая проблемка когда он едет эти подпорки зацепляются за все на свете приняли решение подпорки сделали задвижными но вот маленькая проблемка внутри робота сидит пилот и когда они задвигаются они упираются ему прямо в лицо. Приняли решение, теперь пилоту робота выдается подушечка. Но есть маленькая проблемка, эта подушечка закрывает ему весь обзор и так далее. Построение костылей может продолжаться бесконечно. И это именно то, девчонки, что мы с вами делаем в нашей жизни. Строим костыли из вещей вне себя, например, из других людей. Вот тут у меня, значит, меня подпирает мой парень, а вот тут вот с этой стороночкой группа подруг, а сзади меня подпирают двое мужчин, друзей, которые еще в меня влюблены и так далее. Такие костыли тоже могут продолжаться до бесконечности, в то время как нам нужно починить именно изначальную конструкцию. Потому что одно дело, когда мы выстраиваем отношения ради близости, ради контакта, ради радости общения, а другое дело, когда мы используем других людей, потому что мы сами не справляемся, потому что наше собственное общество для нас невыносимо. Вот представьте себе, мы сидим на кресле, ничего не происходит, ничего нет, мы одни. Тот нейтральный фон, то настроение, с которым мы в этой ситуации находимся, и есть наши отношения с собой, наша любовь к себе, наши отношения с нашими мыслями. И если это нейтральное настроение не ощущение полной безмятежности, добро пожаловать на этот урок. Как начать любить себя? Первое, что приходит в голову, это, конечно же, заняться бесконтрольным шопингом. Шучу. Самый популярный сейчас способ начать любить себя, это позитивные аффирмации. Вы слышали, что это такое? Это когда мы выбираем какую-то позитивную фразочку, например, «Я самая обаятельная и привлекательная». И мы повторяем себе эту фразочку тысячу раз, до тех пор, пока мы не начнем в это верить. «Я самая обаятельная и привлекательная», «Я самая обаятельная и привлекательная». И это работает, но на какое-то очень короткое время. Потому что мы выстраиваем вот это убеждение у себя, что я классная, но на самом деле глубоко внизу под этим утверждением скрывается убеждение о том, что я какая-то ужасная и со мной что-то не так. Может показаться, что этого убеждения нет, но поверьте мне, оно просто очень тщательно скрывается, оно находится в зоне отрицания, где мы его не видим. Но именно с этим убеждением, с этой мыслью мы будем разбираться сегодня. Начнем с первого упражнения. Это упражнение называется «Письмо с извинениями». Я хочу, чтобы вы вспомнили человека, которому вы когда-либо причинили боль и написали ему письмо. Напишите три вещи, за которые вы просите прощения, и потом три вещи, за которые вы его благодарите. Если получится больше, очень хорошо, но хотя бы по три. Например, вот какое письмо написала одна женщина своим детям. «Мне так жаль, что все эти ужасные годы после развода в вашем присутствии я так отзывалась о вашем отце. Прошу прощения за свою закостенелость, за то, что не слушала вас, за такое грубое обхождение. Прошу прощения, что я так жутко ругалась с вашим отцом и что кричала на вас, когда вы плакали и просили меня не ссориться с папой. Прошу вас, скажите, могу ли я сейчас хоть как-то помириться с вами? Я сделаю все, что в моих силах. Я многое узнала о безусловной любви от каждого из вас. Как грубо я бы не обходилась с вами, вы все равно любите меня, заботитесь обо мне, помогайте и всегда встречайте меня с открытым сердцем. Видя, какие вы добрые родители, я научилась ласково относиться к своим внукам. Вы всегда поддерживали мои инициативы и помогали мне. Спасибо, дети. Я так признательна вам. Я люблю вас. Мама. Сейчас поставьте на паузу и напишите такое письмо одному из людей, у которого вы хотите попросить прощения. Когда вы будете готовы, это письмо нужно отдать. Или, если вы захотите, можно просто встретиться с этим человеком и зачитать это письмо вслух. Или просто сказать своими словами. Или, может быть, вы захотите позвонить ему по телефону. Но рано или поздно это нужно будет сделать. И точно такие же письма нужно написать каждому из людей, которых вы когда-либо обидели. Сейчас поставьте на паузу и напишите одно. После выполнения этого упражнения становится понятно, какой огромный вес чувства вины мы носим с собой в своем собственном сердце. Чтобы с ним справиться, нам понадобится следующее упражнение. Сейчас я хочу, чтобы вы написали такую фразу. Больше всего я стыжусь. И напишите чего. Например, больше всего я стыжусь, что бросила своих детей. Или, больше всего я стыжусь, что обманывала своего мужа. Поставьте на паузу и напишите прямо сейчас. Написали? Теперь напишите подробное развернутое значение. Например, больше всего я стыжусь, что я обманывала своего мужа. Я причиняю боль всем, кто меня любит. Я воплотила в жизнь самые страшные его кошмары. Я опасна и мне нельзя доверять. Я не заслуживаю хороших отношений. Или вот, про мать. Больше всего я стыжусь, что я бросила своих детей. Я бросила своих детей и это значит, что я ужасная мать. И что они никогда меня не простят. И что окружающие, если прознают об этом моем поступке, ужаснутся и не захотят со мной общаться. И что из моих детей получатся скверные родители и эти шрамы останутся у них навсегда. Напишите свое развернутое значение. Написали? Сейчас мы будем с этими мыслями работать. С мыслями о себе работать очень тяжело, потому что кажется, что мы несем ответственность за все свои поступки и должны за них платить. Но вы помните занятие про принятие решений? Решение приходит к нам само. И любой другой человек, обладая нашими знаниями в тот момент, имея наше устройство мозга в тот момент и в тех же обстоятельствах, поступил бы точно так же. Итак, берите первую мысль и задавайте себе по ней четыре вопроса. Я ужасная мать, это правда? И так далее. Когда вы будете отвечать на эти вопросы, пожалуйста, отвечайте сейчас. Полностью забудьте все предыдущие ответы, которые на эти вопросы у вас были. И ни в коем случае не думайте, что обо мне подумают, если я вот на этот вопрос сейчас скажу нет, например. Не думайте о том, что подумает о вас ваша мама. Пишите для себя. Когда вы будете делать развороты, уделите особое внимание доказательству обратного утверждения. Например, я ужасная мать. Противоположность получается, я не такая уж плохая мать. И приведите три доказательства, что это правда. Например, я помню, когда у них дни рождения. Или я ухаживала за ними, когда они болели. Или я всегда следила, чтобы они были сыты. Сейчас поставьте на паузу и выполните работу по всем выписанным мыслям. Сегодняшние упражнения очень тяжелые, сложные и вообще ужасные. Но то облегчение, радость и любовь к себе, которые в процессе их выполнения наступают, стоят полностью каждой затраченной минуты. Теперь следующее упражнение. Оно называется «Что я хочу от тебя скрыть». Это тоже упражнение со стыдом. «Я хочу, чтобы вы подумали о каком-то человеке. Например, о своем возлюбленном, или своем бывшем, или своих родителях. И подумали, что вы хотите от этого человека скрыть. Что вы хотите, чтобы он никогда в жизни и ни в коем случае о вас не узнал». Вот что, например, написала одна женщина. «Я не хочу, чтобы ты знал обо мне вот что. На самом деле мне 45 лет. Я вешу 75 килограммов. У меня было два аборта, и я врала, когда говорила, что ты мне не безразличен. Я вышла за тебя замуж, чтобы чувствовать себя уверенней. У меня было три романа, о которых ты не знаешь. Я никогда не любила тебя всем сердцем. Я почти всегда симулирую оргазм. Я мошенничаю с налогами и вру об этом. Я не считаю деревья красивыми и нервничаю, когда кто-то говорит, как деревья красивы. «Часто мне кто-то не нравится, но я делаю вид, что нравится, потому что мне кажется, что если я скажу правду, меня сочтут ужасным человеком. Я ем пирожные, когда ты не видишь, и вру, что не ем. Я прячу от тебя еду. Иногда после очень сытного обеда меня тошнит». Сейчас напишите эту фразу «Я не хочу, чтобы ты знал обо мне вот что». Подумайте о конкретном человеке и напишите полный список. Написали? Нам совсем не обязательно давать этот список этому человеку. Это, конечно, высший пилотаж, если вы вдруг захотите. Но сейчас мы должны написать такую фразу «Я очень хочу, чтобы ты знал обо мне вот что». И написали свои предложения. И мысленно зачитали этому человеку. Вот как у нее получается. «Я очень хочу, чтобы ты знал обо мне вот что. На самом деле мне 45 лет, я вешу 75 килограммов, у меня было два аборта и так далее». И я хочу, чтобы каждое предложение вы почувствовали, каково это. Хотеть, чтобы человек увидел и принял вас в точности такой, какая вы есть на самом деле. Мы делали в течение этого курса очень много упражнений, когда мы учились принимать другого человека. Мы учились принимать ситуацию. И сейчас пришло время с той же самой любовью, терпимостью и всепрощением отнестись к себе. Поставьте на паузу, напишите «Я очень хочу, чтобы ты знал обо мне вот что». И повторите все свои выписанные предложения. Для нас, девчонок, очень важно принимать себя не только внутренне, но и внешне. И для этого у нас есть следующее упражнение. Начиная с этой недели, когда вы будете ехать в транспорте, или сидеть в офисе, или стоять в очереди, обращайте внимание на женщин вокруг себя. Выберите одну и мысленно скажите «Она красивая, но…». И напишите, какая была в ней проблема. Например, у нее слишком большой нос. И выполните работу. Правда ли, что у нее слишком большой нос? Слишком большой относительно чего? Кто тот законодатель идеального носа, на которого я должна ориентироваться? Спросите себя, как я реагирую, как я воспринимаю эту женщину, когда я верю, что у нее слишком большой нос? Мне кажется, что у нее на лице какой-то ужасный изъян. Я совершенно не вижу ее как красивое создание. Кем бы я была, без мыслей у нее слишком большой нос? Я бы увидела красивую, естественную женщину с большим носом. Когда вы проделаете это упражнение достаточное количество раз, чтобы оно удавалось вам легко, сделайте его с собой. Подойдите к зеркалу и скажите «Я очень красива, но…». И напишите, что у вас не так. Например, «Я очень красива, но я слишком толстая». Спросите себя, это правда? Опять же, слишком толстая относительно какого идеала? Я могу совершенно точно знать, что тот самый человек не любит или не полюбит меня в точности такой, какая я есть. Как я реагирую, когда я верю мысли «я слишком толстая»? Мне хочется ущипнуть себя за бок, мне хочется обрезать весь этот лишний жир. Мне кажется, что на мне есть какой-то ужасный изъян, что-то лишнее, что-то не так. И я просто предпочитаю совсем на себя не смотреть. Я вот так вот отворачиваю и столько бы не видеть, какая я толстая. Как бы я воспринимала себя, если бы мне даже в голову не могло прийти, что я слишком толстая? Я бы увидела прекрасную, настоящую женщину с полотна времен Возрождения. И мне было бы очень приятно и интересно на нее смотреть. Я надеюсь, что вы выполняли все упражнения вместе со мной. Если вдруг у вас не получилось или вы не решились, обязательно выделите себе спокойное, хорошее время на этой неделе и выполните все упражнения. Ведь что может быть важнее, чем отношения с самими собой? Ну что, на сегодня все. Всем спасибо за участие и всем любви. Пока!